ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Полномочия сотрудников ГИБДД могут расширить. Им предлагается разрешить останавливать нарушителей, даже если они находятся не в форме и не на патрульном автомобиле. Инициатива прозвучала в Госдуме в ответ на новость о том, что МВД создало регламент работы так называемых скрытых патрулей ДПС. Они, согласно документам, могут только фиксировать нарушения и передавать информацию ближайшим нарядам. Однако, считает один из влиятельных парламентариев, ситуация нередко требует оперативного вмешательства. ТРАССА 101 ГИБДД напоминает, жульничество на экзаменах на получение водительского удостоверения чревато уголовным наказанием. Имеются в виду случаи, когда кандидаты в водителя используют скрытые аудио- и видеопереговорные устройства. Это квалифицируется как незаконное приобретение и оборот специальных технических средств. Наказание до 4 лет тюрьмы. Сотрудники госавтоинспекции все чаще и чаще сталкиваются с такими хитрецами. Есть случаи, когда перед экзаменом они гипсуют конечности, чтобы спрятать спецаппаратуру. ТРАССА 101 Многие водители безответственно себя ведут в местах, где идет ремонт дороги, сетуют в госавтоинспекции. Несмотря на временные знаки, которые в том числе ограничивают максимальную скорость движения, отдельные экземпляры проезжают эти участки со скоростью далеко за 100 км в час. Поэтому ГИБДД решила активнее использовать здесь камеры фото-видео фиксации. Речь идет обо всех регионах, где в ближайшие месяцы будут активно восстанавливать асфальтовое покрытие. ТРАССА 101 Автомобили КИА подорожали в России шестой раз за этот год. Прибавка составила от 10 до 150 тысяч рублей. На большинство моделей накинули 20-ку. Начальная стоимость наиболее популярных представителей линейки сейчас такова. РИО 910 тысяч, СОУЛ 1 миллион 230 тысяч, СИД 1 миллион 435 тысяч и СПОРТИДЖ 1 миллион 795 тысяч рублей. ТРАССА 101 Власти активно муссируют тему развития в России электрического транспорта. Представитель Минэкономразвития еще раз озвучил заветную дату – 2030 год. К тому времени каждый десятый отечественный автомобилист якобы пересядет на электромобили. Государство при этом обещает различные няшки. Например, компенсацию четверти стоимости электрокара при условии, что его общая стоимость не превысит 2,5 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. ТРАССА 101 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА